Так, ребята, ну я на автостраде в местах Владимира Орлова Значит, сразу тебе рекомендую роман Владимира Орлова «Лягушки» называется Бери, ну лучше закажи, конечно, бумажную книгу, потому что Ну, кстати, аудиокнигу можно Я сейчас практикую уже давным-давно аудиокнигу Но в электронном виде как-то читать я до сих пор как-то против Я и свою собственную книгу в электронном виде нигде не разрешил в издательстве размещать в электронном виде Ну, в бумажном купе И эта книга про эти места в районе Чехова города Так-так-так, ребята, ребята, будьте вежливы, вашу мать Здесь по-дурацки сделали этот выезд, потому что все привыкли, что выезжаешь нормально, надо выезжать сразу уступать дорогу тому, кто съезжает Да, напоминаю тем, кто еще не знает, что здесь у меня моя исследовательская станция находится Которой я буду через час Я только что прибыл из Казани Ездили мы с мамой Ну, я, знаешь, так, был в нетерпении Думал, сейчас я все буду рассказывать, что очень много из чего рассказать Много из чего рассказать И ты уж меня простишь, что я повторяюсь, но это просто сейчас неизбежно У меня просто нет другого способа это как-то рассказать, не повторяясь То есть я как-то хожу-хожу по кругу, но все-таки какой-то новый слой каждый раз снимаю Ну, что у меня сейчас в голове? Друг, старый друг семьи Друг детства моей мамы Дядя Вова Беринзон Его именно так и зовут Он живет там, жена Гагарина Ну, номер дома я его не помню Так бы я назвал бы Номер дома Без всякого Без всяких угрызений совести Почему? Не знаю почему Ребята, слушайте Ему восемьдесят один год Это Я Мне моя мама сказала, что типа, ну, конечно Не согласилась с этим Но я тебе говорю Это пятидесятилетний человек Пятидесятилетний Вот так То есть это меня порадовало Это меня порадовало, потому что сейчас как-то Отовсюду слышишь, что Люди вообще редко После до семидесяти лет Доживают совершенно не все Что, кстати, чистая правда Что в семьдесят лет К тому же все развалины Очень много кто развален А это Крепкий мужчина Старик Да никаким местом не старик Вообще То есть пятидесятилетний Понимаешь Мускулистый, подтянутый Бодрый Со светлым взглядом Ну, а как это лично меня касается Лично меня касается Это так, что Мне нужны, видимо, свои какие-то источники бодрости Понимаешь Потому что Я забыл закрыть Потому что Собственно Как ты уже наблюдаешь на моем канале Это, наверное, уже Ты уже это понял Что я многое говорю О грусти Безысходности И так далее Говорю, что то не устраивает Все не устраивает Почему это то-се Меня не устраивает И так далее И, собственно Ищу непонятно чего Ну, вот Потому что я ищу непонятно чего Поэтому Мне нужны какие-то другие источники бодрости Ну, хотя бы даже взять Когда мне будет Если бы я был бы в таком же Возрасту, в таком же состоянии Как Друг моей мамы Да То, как минимум У меня бы возник вопрос Где мои родители Что я уже не могу с ними пообщаться Где все мои друзья Потому что Я уже сейчас В свои 37 лет Я уже говорю Я уже лишился Эного количества Своих друзей У меня Оба преподавателя по скрипке На том свете И Достаточно количество Некоторых сверстников На том свете То есть Уже сейчас Когда мне 37 Режишь Когда мне будет 81 Да? 80 лет Кто? Никого же не будет Но будут новые люди Должны быть Дети Внуки Жена Да? Правильно Но меня-то это не устроит Мне нужно будет пообщаться С теми Кого я лишусь И как я это сделаю С моими-то запросами Что мне нужно Мне нужно что-то принципиально Получить назад Потому что я Человек очень настойчивый И бескомпромиссный Мне понадобится Получить это общение Как я его получу Это не ясно Более того Все-таки Когда тебе за 80 Ты понимаешь Что Ну Не в конкретный день Но ресурс уже Должен быть Как-то там На исходе Хотя это ерунда Но Вот как минимум Такие вопросы Меня не устроит Что дети Внуки вокруг Нет Меня это устроит Это помогает Но мне захочется Увидеть Тех Кто со мной был В 98 году Тех Кто со мной Есть сейчас Мне захочется Их увидеть Пообщаться Я этого сделать Не смогу И что После С этим всем Мне Продолжать Как говорится Быть бодрым Не знаю Поэтому Идеи Филиппа Дика Которые связаны По-моему Это Роман Называется Еще раз Я уже говорил Убик Мне кажется Я не помню По-моему По-моему Убик Там Технология Связи С потусторонним миром С умершими Пресловутыми Вообще Как ни странно Вот это Сведение Об умирании О смерти Они Ведь в нас В нас заложено Действительно Откуда я Допустим Я в 3 года Прекрасно знал Про это Про опасность Умереть Что можно Умереть Так что И все это знают Уже в малолетнем возрасте Странно Только как Это эволюционно Передается Каким образом Это может Эволюционно Передаться Опыт смерти От тех Кто умер Через эволюцию Вот это Мне непонятно Понимаешь Вот это Как раз Странно Потому что Через эволюцию Передается Ну допустим Там ты Охотился Там На каких-то Зверушек Через эволюцию Передалось Да Что ты там Охотился А Какие-то навыки А как Опыт Смерти Может Передаться Мне это Не совсем ясно Ладно Там у меня Сейчас в багажнике Мой Лео Перуц Я думаю Сейчас позаписывать Аудиокнигу Еще Так В целом Все Сейчас Выложится Еще Немножко Подумать Еще Мне надо Написать Письма И Ну Надо будет Сейчас По крайней мере Одно Интервью Я так Размахался Думаю Что я Запишу 8 штук За месяц Ну Какие 8 штук Ну Может Сейчас Мне Удастся Как-то Это Разогнать Ситуацию Ну Мне кажется Что 8 Конечно Не Получится Но Надо Начать Хоть С чего То Что Я Уже Договаривался Как-то Постепенно Этот опыт Двигать Вперед Я Я уже Говорил Некоторым Своим Друзьям Говорю Что Со Мной Можно Все Понимаешь Со Мной Можно Вернуться В Прошлое Слетать В Будущее Со Мной Можно Поссориться И Помириться Со Думаю Там Птица Сидит Со Мной Можно Состоять В Любовных Отношениях В Дружеских В Каких Угодно Со Мной Можно На Каких Угодно Условиях Договариваться Понимаешь Вот В Тамойка А Это Пузыречки Правильно Сделали Они Пузыречки С такими Маленькими Кружочками Видно Что Это Пузыречки А так Вылет И ЗАГС Был ЗАГС ЗАГС Был ЗАГС З no ЗАГС Продолжение следует...